Здарова, народ! Приветствую вас на канале Парадею и Чилл. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все будет круто, зашибенно. Приятного вам аппетита и просмотра. Костюм сильный, да? Вот этот. Я не понимаю, вообще много магазинов по тактике всякие продают. Че так популярна тактика сейчас? Там, там, везде. Ну да, наверное. Вот, вот такие сапоги надо было брать. Да, и вот эти залы цепляешь. Туалет? Не залезешь, не залезешь. А, так это контейнер. Это холодильная камера. Пойдем наверх за удочкой. Гагачий пух? Да. Еще есть такой мем в интернете. Гагачий мучий. Гагачий мучий пух. Это их пух. Мультик еще же есть такой. Гагачий пух. Есть Винни пух, а есть переделанная версия. Все, давай дождемся, Леху уже там берет. Жал в варежке? Ну вот выбирай. Сколько дома у тебя перчеток уже? Я все потерял. А сколько потерял? Какие выбрать, скажи? Слева, конечно. Они теплые, они почти одинаковые теплые. Тебя все будут завидовать. Все будут крутым считать. В этих все равно теплые. В каких? Левых? Ну я и говорю. Да, левые. Пойдем выйдем чуть-чуть. У меня отец заядлый рыбак. И так как он каждую зиму ездит у меня на рыбалку. Я украл, не оплатил. Помимо того. Я украл и не оплатил. Он всегда говорил то, что... Я украл и не оплатил. Понятно. Он всегда говорил, что, во-первых, должна быть хорошая удочка, зимняя, наживка. И говорит, в целом очень важно то, что если член хорошо работает, его не обязательно лизать. Не обязательно. А у нас преподаватель в шараге говорил, чтобы на экзамене было 5, нужно 0,5. И ему приносили бутылки все в пакет на экзамен. И что там было? Прямо шумящие бутылки вот эти. До жизни, когда алкоголь дороже денег. Я думаю, что им бабки приносили. Причем сейчас за подарки ебаны бутылку? А мне кажется, ну типа, это знаешь, для тех, кто сыт, деньги брать. Ну это как знаешь. А бутылка-то не особо считается вздать. Типа комплимент. Бутылка. Берем сейчас удочку и все. Ты знаешь, сколько это стоит? Это удочка? Ага. Для зимней рыбалки маленькая удочка. И... Вот такая. Да. Слушай, нам нужна вот эта хуня, как она называется? Бур. Бурур. Топор давай. Бурури. Топором хуй наруб. Почему? Топором не наруб. Топором хуй наруб. Почему? Топором хуй наруб. Угу. А вот тут все и было, мужики. Здравствуйте. Нам нужна самая обычная зимняя удочка такая. На четвертой этажке. Опа. Это вообще никакого возраста не пропадает, блядь. Стремно через рамки проходить. Мне кажется, другими их надо взять. На кой хуй? На обычный. Тот самый, который будит? Я не думал, что я вас смогу этой фразой остановить. Вообще, на самом деле. Вот этот. Вот какой-нибудь вот такой. Нет, нет. Нужно, чтобы вот он заменил. Чтобы вот так вот взять? Стоп, стоп. Досмотри до конца. Лолский маркет – это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Это самое. Мы не по койкам спим. У нас… Да, мы будем все в одном месте спать. Слипстрим. Нам, скорее всего, нужно купить парочку надувных матрасов. На диванчике там можно расложить. Или кровать. Ладно, не укладывается. Сложим просто все кровати. Да, нормально, придумаем, Лёв. Придумаем, Лёв. Разберемся. Сделаем, если что. У нас надувной купить. Палаточный лагерь сделаем, как в детстве. Из одеял и подушек. Да, да. Вот так. Из чего вот так вот сделаем просто и все. Просто есть возможность спать на охуенных удобных кроватях, на больших king size. И мы просто, блядь, на подушках от дивана будем спать. Зато все вместе. Как я храпеть буду просто как чудище болотное. Мы тебя просто обоссимаем. Как, блядь. Чувак, мы тебе поводим, и у тебя все лицо будет вложено, наверное, если ты будешь храпить. Как нос зажать, человеку, который храпит, что он мгновенно ловит. Как? Но я покажу. Нет, если ты будешь храпеть, если ты будешь вложен, вложен будешь. Я буду храпеть сто процентов. Будешь вложен. О, вот он. О, бурт. Электробурт. Типа что-то такое, да? Здравствуйте. Мы первый раз, мы не профессионалы. Как у тебя? На этой балку зимнюю. Платник, неплатник? Не платник? Приблизительно. Ну, просто выпить хочется и покидать удочку. Это просто отзван, если честно, смотаться куда-нибудь. Ну, это тоже, Вер, просто для вида, для прикрытия, то, что вот мы на рыбалке сидим. Смотри, вот такие удилки, как бы, это плоту ловить, подлечка, пуньков. Да. Смотвариумы, если наварить? Не, не, работает, правда, такая. Да, да, да. Зимой в лунку. Зимой в лунку вот такую. Да, да. Нормально. Чайник, чайник, чайник. Вот и в лунку он ставится. Я сколько раз ходил с отцом, вот так же было. Нервы не ходили. Либо вы будете блеснить ходить, дергать. Будешь дергать? Или ты оттягуешь, оттягуешь. Либо вы просто сели так, для понтов, одному желтому, зимой в лунку красенку и... Да, вот, наверное, три дырки. А по ценам сориентируйте, пожалуйста. Ну, грубо говоря, там она получится готовая тысяча рублей. Для жен самое то. Можем подороже сделать. Получше старожок поставить. Поинтереснее морожки. Ну, где их пока рожки будет. Да, нам не нужно. Так наводку нам не хватит. Так что, берем тогда... Для запаха возьмите вот и все. Для запаха. Не, а вот такой вот трехметровый. Ему приезжаешь туда и распускаешь. Это будет вообще круто. Потом мне ролик покажете, как мы это делали. Окей. Ну, что, берем там... Ну, пара еще пробушка. Четыре хватит. Раз, зачем четыре? Кто-то рыбку ловить, а кто-то водку пить. Ну, тоже... Блеснить кто-то будет? Блеснить. Будешь блеснить? Не, ну, одну можешь взять для... Сколько она говорить? Нам самая простая нужна. Так, чтобы если мы напьемся, сломалась и не жалко было. Ну, такую могу сделать. Если у такого плана блеснить, то... Такую нам не нужна. Такая нам не нужна. Нам такая вот, которая из... Попросеет. Попросеет. Такая тысячу пятьдесят, но лес-то там будет. Ну, кто-то двушки выйдет. Кириллыч, выберем уже, блядь, самообычную. Самообычную, да. Тогда вот эти берем, да? Начальник. А, это уже готовы? Одну такую и две такие. Да. Нам одну и хватит. Просто мормышка может оторваться, за что-то зацепиться. Мормышка. Да. Знаете, как? Значит, будет повод закончить рыбалку. Закончить рыбалку. И начать пить. Все, мормышки не нужны. Да у нас сейчас главная мормышка, блядь. Технический момент. Да какой технический момент? У нас начальник рыбалки отсутствует вообще. Я не понимаю, что... Я вообще не рыбал эту рыбалку. Я водки попить хочу. Аля, если что... Все, тогда три штуки нам вот этих и... Я с чего, лапкой достану вам. Ну и продрявливатель дыр. Да, рабуруч. Да, да, он самый. Черпак нужен. Что такое черпак? Это черпак 250 рублей. Тогда нужен. У меня есть предложение чудесное, от которого вы не откажетесь 100%. Макдональд. Макдональд заехать. Как белка, ты, блядь. А есть какие-то червяки? Нужно мутыля. То есть нет белка. А вы когда-нибудь белку ловили? Белку? В плане белку от чего? Рыба это нам покупается, а это жене. Потому она, когда пришел, вот так. Ну, выпил. Ну, я очень хочу, чтобы она сегодня белочка. Нет, сегодня или завтра. Я вообще словила белочку. А там отвертки есть в машине? Отвертки? А вообще там нужно что-то рыкнуть в машине. Готовые нет? Они все такие в таком виде, да? В натуре что-то поймаю. Белочка в прошлый раз с лампочкой во рту оказалась. Белочки, только дай. Сейчас с орешком окажется. Двумя орешками окажется. Найдет черпак, да? Чтобы дома сидеть, вот это мы купили все. На диване. Ну да. Я так и планирую. Окей, я не знаю, что вы думаете по поводу Срингхата. Я буду просто отдыхать. Но мы будем просто отдыхать на диване. Мы первые будем, первопроходцы. Ну что, возьмем жилеты спасательные. Так там тебя не спасло спасательные жилеты. Ты проваливаешься под лед, и под лед тебя выносит. Там же стечение, да. Веревочку жевать. На шею. Ну, чтоб не улучшиться. Я не пойду на рыбалку. А потом за то преимущество тебя через 3000 лет находят. Да, 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 как белку из ледникового периода, да? Ладно, блядь, летом. Да, да. Это уже не какие-то преимущества. Да, выглядит крепко. А, хай, парадюшка делает. Мы сейчас парадюшек, кстати, работу забираем. Так он заболел, дом и слит. И все. Андрюха будет или он тоже болеет? Сегодня вечер на глазах. Супер. 8,150? Да. Давай честно, мы все выкинем просто. Нет. Мы просто потеряем это, и все. Нет. Или добу хотя бы дедушку. Мы обычно не просто... Мы даже не вспоминаем, когда дома доходим. Ай, блядь, я меня буром. По поводу продуктов. Да лавку туда закажем, я себе. Ничего тут не придется. Тогда мы долго заедем, покушаем вообще. Нет. Покушаем сразу плотненько. На три дня плотненько покушаем сразу. Забьем желудки, кишки. Всего доброго. Всего доброго. Надеюсь, что мы его поймаем. 5% от воинного вам принесем. Я даже его фуриенную. Блядь, это мой фуриенную. Это первый день, когда сына в садик отправляют с собой. Ну да, в любом случае. Ко мне на него ничего. Ты фуриеный, ты как титул стрижки. Это тебя нужно, да. Ты любишь. А вот. Вот это да. А сколько маленький ножик распаду стоит? 13 тысяч. 13 тысяч. Надо как будто брать, нет? Как будто брать надо такой ножик, да? Ну да. Срикольно. А зачем он? Как будто брать, ну просто он прикольный. Ну у меня потребляться на 100% вкачано сейчас. Не будешь брать? Плохо. Ничего? Все, спасибо большое. Я хай по машинам. Ты свой карш здесь сможешь сдать? Да. Просто чуть дальше. Четвертый аж павильон. Рыбак в каждом из нас. Я вообще не рыбак. Тут прайс плюс 800%. Ну типа вы хотите сказать, что это можно купить на Алиэкспрессе, все в несколько раз дешевле. Правильно я понимаю? Никогда не поверю, что так нас могут обманывать. В советское время сажали таких. Как раз сейчас сядем здесь с Алиэкспресса, закажем, подождем трое суток. Можно. Может катер возьмем, на всякий случай, если лед будет хуёвать. Блядь. Вот просто мечта. В дом. У тебя дом есть? Ты на такую хуйню купил беседку. И вот так стоишь ты. И когда к тебе гости приезжают, ты понтуешься мясом. Вот взяли недавно кредит. Как будто это цель жизни, просто обустроить свое логово. Как в любой игре. А? Как в любой игре. Я заебался, я таскать, давайте уже пойдем. Пойдем уже в машину. Ой, блядь, как холодно, сука. Я не был готов к этому морозу. Где этот гиблан? Куда он исчез, блядь? Ты куда исчез? Что? Вышел в одной пусточке на мороз. Возьму вещи, переложу и скажешь сразу. Давай. Давай. О, блядь. Это что такое? Вещи зимние. Че? Наши. Так как куда нам его вместить-то все? А какие такие теплые вещи? А если я посмотрю? Смотри. Что? Что у меня вещи? Выживание. А, да? Да. Просто к нам приедут те, побудет неутеплен по-любому. Лебанутый дубак, просто пиздец. Будет прохладеть в день, когда я нахуй снял куртку. Блядь. Замерзь мальчик. Да, Лех, главное расслабиться. Я тебя умоляю, заедешь мог думаться? Заедем, заедем, Алексей. Не переживай. Тут же горло просто начал болеть. Просто поесть телефон. Минус 21. Ощущается как минус 40, я вот так хочу сказать. А если будет еще холоднее, неприятно. Какой магазин будем заезжать? Типа Шану нам что-то надо? Это нам и пятерочка сойдет. Да, вообще в любой. А что нам надо? Ну, просто продукт. Ну да, самое дефолтное. Колбаска. Спасибо за место. Подписывайтесь. На Парадевич. Чил. Яички. Ты же ничего готовить там не будешь? Буду. Что? Жрачку. Какую? Бля, борщ очень хочется, если честно. Ты не сделаешь. Есть азбука вкуса на Барвихе. Чего? Азбука вкуса на Барвихе. Можем заехать. Есть желание? Все, блядь, лучше. Азбука вкуса на Барвихе. Там типа еще X3 все по ценам. Я думаю, да. Ну давай в азбуку вкуса. Но это намного дороже. Да, давай в продукцию магнит заедем. И вкусные точки. Авто. Никаких пюре и котлет в нашем доме не будет. Почему? Почему, Алексей? Ну, будет, если мы их купим, уже готовы. Бля. Наггетсы взять и пожарить на сковородочке, разогреть. Хилба твоего. Петеринка. Блядь. Вот честно, я бы сейчас шпроты просто выебал. Черный хлебушек, на него маслица. Достаточный слой, не маленький. И шпротку. Только от шпротки отделить. Ты что, Джонайс пишет, кейтеринг есть. Можно типа жрачку заказать. Но мне кажется, кейтеринг это же вот эта хуйня. Я понял, маленькими тарталетки с говном. Не, ну если ты приготовишь. Ну, лучше самим, как будто. Нет ощущения. Самим? Да, лучше самим что-то делать. Блядь, ну, слушай. Да лучше самим, Саня охуенный завтрак нам приготовит. Саня охуенно готовит омлетики. Я охуенно готовлю бутерброды, хлебный павук. Лучше сами. Да лучше сами, да. Что, мы не выживем, что ли? Да и выживем. Никитов я написал тебе то, что сами. Что, мы не выживем? Это фреймтемер? Да. Да, блядь, еще на заправку надо заехать. Ну, ему надо сначала тачку оставить. Тачку рассказал ему, тут во дворе можно идти. Карбонару, как от Евгения. Блин, ну, кстати, Евгений просто отъебиздил карбонару. Реально было вкусно. Ну, чуть-чуть пересолил. И макарошки раздрочил. Ну, чего он что-то? Тут нельзя. Поехали, я с тобой. Давай. Ну, все. Бобра надо. Мясо бобра. Блядь, оно вообще не плохое было. Не, ебать. Смотри. Че? Это все TRX-ы? Охуеть. Рамы. А это здесь продаются как раз. Вот рамы новые, а это просто рамы обычные. Бля, как они же сижу. Пиздец, пикапы, отчего мы так удивились. Нет, там видно было. Пикап, который поместился бы мотоцикл, чтобы кататься. Вот мне жалко, что Влад продал рамы, купил гелику. Вот если честно, мне... В прицепе ни разу. В прицепе ни разу никто и не прокатился. Вот мне рам TRX намного больше нравился, чем гелик. Да гелик тоже твой. Класс. Есть. Я не понял прикола, смотри. Как только Влад купил TRX, мы в первый день поехали на какой-то воображаемый оффроуд. Сами искали, куда ехать, заехали в какую-то хуйню, и он ветками поцарапал себе всю бочину. Ага. И? Он говорит, ну это же такая машина для того, чтобы она не так хуярить и так далее. В итоге он типа это не переклеивал, ничего не делал, реально просто поцарапал тачку. Да. И все остальные разы он типа даже есть в ней не разрешал. Какого хуя? Не знаю. Он типа в первый день весь домок принял и все, и потом он начал менять? Он же каждый день еще на мойку ее ставит. Валя. Это же по-моему в раме было, когда Илюха, Илюха ту пачку вяленой курочки или что там было? Его замашнили. Чувапчички какие-то. Леха, а кто будет еще? Вот мы втроем и будем. Парадеевич заболел. Написали? Он написал. Что написал? Хуевый. Должен был быть парадеевич, но он прилетел в Челябинске и заболел. Сходил на каток вчера в Челябинске, бациллу от кого-то подтянул. Получается, я единственный, кто не болеет в пазилах. А почему, Лех? Потому что ты девственник. А еще? Просто ты девственник. А еще? Потому что ты в детстве в Мурманске окунулся в бочку с какой-то этой. Потому что ты скульптура делаешь. Как этот Abelix Asterix. А вот тут в пьерочку можем зайти. Какую пьерочку? Да вот, большая. И Саня тут машину оставит. Ну давай. Да хуин тут ее оставит, ты что прикалываешься? Да вон дальше сюда. Ну давай. О, да хуи еще и больше места. Зовите Кокошка. Кокошка должен приехать, а он тоже больный. Блядь, заебален нахуй, а? А кто еще должен приехать? Дил, блин. Илюша должен приехать, когда приедет. Когда он приедет из Калининграда? Сегодня. Сегодня он приезжает? Да. Пойдем. Тут можно оставить, Сань. А девочек? Никаких девочек. Только мужская компания. Чисто мужской варь. Что ты потерял? Холодры бы. Пойдем. Руслайся, Лех, просто выдохи. Я охуенно, 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 без задак не открыт, просто там лагающая охуенность. Не, я походил к стоматологу, он сказал, что у меня противопоказано морозы. О, мы можем вот тут набрать просто пирожков и все. Тут что, тут же нормально все, я думаю, не грязно. Пирожков набрать. Да вот, качапури с сыром, беляши, сосиски в тесте. Это то место, где я его не хотел бы есть. А если лучше домой? Пойдем, тут пятерочка. Вы пятерочки хотите? Продукты? Да. А что, ты не хочешь? Типа вазбуки вкусу хотел? Ну, какой-то побольше магазин. Вот там сейчас. Ну, Леха, говорите, поебал я в рот вазбуки вкусу закупаться. Тут уголок, где все тусуются, понял? А что, беляш взял? Легкая-легкая интеграция шаурмы, пиццы и самсу номер один. Но вазбуки вкуса пиздец, сколько вкусняшек. Ну да, да. Просто пиздец. Не, ну если мы едем кайфовать, вот-вот идти в пятерочку кому-то. Лех. Самбок велел кайфа взять. Вазбуки вкуса? Блядь, фрукты резанные, всякие соусы. Самбок велел. Соусы. Азбука вкуса на Барвихе, не думаю, что там дорого? Легкая закупка на 1100 продуктов на три дня. Знаешь, что я хочу сказать? Блядь, там оливье будет. Лучше вкусно покушаем, а машину я через месяц куплю. Самый редкий вид и самый худший револьвер. Спорим, Леха себе в месяц в год какой-то сквер. Пойдем. Чего? Просто убрал. Но надо заехать на вкусные точки сначала. Обязательно. И наесться, да, квала. И вообще, очень надо сытыми идти вазбуку вкусу. Да, согласен. Это вот очень сытыми. Пересытыми. Надо очень сытыми идти вазбуку вкуса. Если мы поедем голодными вазбуку вкуса, беды не миновать. Блядь, не могу открыть машину. Блядь, не могу открыть машину. Не могу открыть машину. Акрой, я сейчас воню от холода, блядь. Каждый месяц так говорит. Что говорит? А что я говорю? Ребят, да я... Может, если по поводу машины я разгоняю? А, про машину? Пацаны, я просто жду, когда мне ее привезут. Я ее давно купил. Да. Лех, подержи. Сейчас надо заправить машину. По поводу машины все уже хуйня. Ну, я просто разгоняю эту хуйня все. Ты разгонщик? Не гоняй. Лех, не гоняй. Все куда? М3 сюда. Едем. Вырождите, мужики, блядь. Лагает телефона в холоду. На белом салоне. Цвет Тиффани. Сейчас покажу вам. Что ужас-то? Красиво выглядит, пиздец. Сейчас я его покажу. Готовы? Давай, Лех, жги уже, а. Вот ты чувствую, когда потратил деньги, и все пишут, фу. Да наебал я не эту. Ну, хотя это, пиздец, это прям охуенный вариант. Она очень хорошо стоит. Она полностью на карбоне, с рестайлинговым экранчиком. И пробег у нее 5000 километров. Это идеальный варик. Вот, была бы так, вот такую взять и просто переклеить в нормальный цвет. Не в этот нефорский. Охуенная, напиздец, она просто охуительная. Я прогоняю? Реально. Ты прогоняй, я не купил еще это. Просто прогон очередной для подписчиков. Не прогоняй. Прогоняй, ладно. Блядь, вы их стоите. У меня просто бизнес вложен в деньги, ребята. Сейчас иксы дадут, и я куплю. Ну, вообще, я просто хотел на свой день рождения. Ну, подарок сделать. Я просто очень хочется фоточки в инсту выложить на свой даре, что я купил себе такой подарок. Даре у меня в конце марта. Ну, естественно, до конца марта я ждать не буду. Блядь, и ватем встал. Иначе с машины подскальзываются. На следующем, на 25-м году. У тебя, ты просто мариную. Я не хочу просто уже эту тему с машиной поднимать. Я просто вас мариную. И вот, гадайте, купил я ее или нет. Может, она уже приехала. Может, ее просто делают. Может, я просто заказал, типа, вес ее делают в пленочку. Есть ощущение, что ты сам себя маринуешь? Нет. Нет такого. Куда ты ищешь? Мы едем на заправку, и на этой заправке в 5-метрах вкусный точка авто. Да ну нахуй. Только я умоляю, давай в машину. Да, нам заправить сложно. Давай я тебя умоляю, только в машину. На авто поедем. Вкусный точка авто. Да, да. И выходить не будем. Давай, давай. Хочешь зайти, Саныч? Ну, я охуею, если ты заплатил свинарники. Почему свинарники? Ну, я тут, блядь, на складе ерунда. Идите, пока я сейчас, ну, я приду к вам, я пока заправлю тачку. Давайте я вас тут высажу. Давай. А куда ты хочешь? Ну, заправлю машину пока. Так зачем выходить? Вон, Мак. Посмотри, он там не может. Ну, я охуею. Белка моя. Откуда ты тут взялась? Так, девушка, давайте мне не затернуть. И картошку фри. Падем там сейчас накидает лишнего. Сейчас им лишних бабок, бля, уродит. Ну, нам направо. Завоз. Завоз. Небольшой. Да, хозяева в строю. Здесь похаваем? Мосы ли у нас мест? Сколько здесь вообще? Давай закажем. И все не ели. Давай закажем 10 чизбрага. Чтобы не ели. Пранканем у сотрудников. Давай. Без котлет. С крутыми, пацаны. В зале или с собой? В зале или с собой? В зале, в зале. Ну, а где с собой? С собой неудобно, правильно? У меня супер-боксик, горк-вич. А что тут дается? Чикенбургер. Ну, пускай чикенбургер. Гранд средний. Что, блядь? Это детские, что ли, на меню? А что, теплого напитка нет, что ли? Нет. Холод? Предлагаете пить, что ли? Что мне пить-то? Блядь. Ну, хай, добрый лимонад, лимон. Выберите пин или лента? Нет. Хоть бы вот этот попался, пожалуйста. Хоть бы вот с Егором Квидом. Ну, и кофу отдельное, блядь. Блядь, у меня отдельных нет с собой. Куда ты тут дела? У тебя здесь деньги с собой? У меня не дожатся. Сырные колючки. А что здесь? А что они все острые? Ну, да, хуй. Да мне вот так. Ну, и на хуй. Глясый. Это просто пиздец, на хуй. С мороженым. Котор добавляет мороженое, да. И кофе становится не горячим. Вообще-то не глясый. Глясэ. Глясэ. Так, пошел завоз. Олгрей. Нечай не горячий. Олгрей. Грыжок норвежский якобы. Надо? Ну, это если ты располагаешь финансовый. Хай будет. Да, сей. Мне бесит, что тебе нужно 10 кнопок нажать, чтобы он в корзину попал. Новинки. Пошел завоз. Супербокс для компании Егор Крин. Ааа. Что? Это еще и... О, да. Это, кстати, я знаю. Когда-нибудь я стану таким же крутым. Уж поверь мне, Лёха. Ты будешь на Макдональдсе? Как Егор. Маловероятно. Думаешь? Да нет, конечно, у тебя все получится, брат. Ну ты что, прикалываешься, что ли? Все в жизни возможно. А ты, тем более, еще такой молодой, перспективный. Ну да. И умный. Ну да. Популярный. Да. Богатый. Да. Сырные колечки я взял. С золотой ложкой в жопе. Я с ней родился. Да. Как думаешь, Биг Спешл уебать или перебор? Биг Спешл Джуниор и не переборщишь. Нет, Джуниор он как-то вообще не располагает. Не чувствуешь, после него себя плохо. Джуниор? Ну да, нужно, чтобы так вот наесться. Чтобы хуё был, тогда переборщил. Биг Тест. Без звука. Это запомните все. Железное правило. Бля, это горилочка. Какой-то мужик стоит, как ебло. Вот так вот делся. Мы все убираем, но ты уже заказал. Я заправщику взял. Мне мужик помог разобраться. Я каршеринг первый раз заправлял. Что он тебе сказал? Через приложение. Что он сказал? Он подошел мне все там, понажимал и заправил. Я не верю. Поездил. А он ел недавно здесь. Нет, он засмущался, говорю, что-нибудь взять. Кофе он сказал. Нет. Мне нравится, когда горилочка жестикулирует и показывает. Типыльцов. Да, да. Вот эту конюцию. Он именно так и сделал ему, прикинь. Кляре, рыбка какая-нибудь. Хорошая в завоз. Спасибо. Так, наггетсы я взял. Биг спешил я взял. Туда вторую кову. Салфетки мокрые. Ну возьми, что хотел себе. Салфетки побольше. Можем 10 взять, чтобы вообще прикрыли. Давай, чтобы охуели они. Да, нам. 50 рублей. А че? Пойду на заправку быстрый старт. Все, берешь. Вот я взял вот этот скандинавский бургер и зал попробовать. Он не вкусный. Он не вкусный, по-моему. Я помню, биф а-ля рус, помните? Я сам как скандинавец. О, я помню, да, я помню. Я один раз, вот я тогда в детстве попробовал его. Это еще в детстве был. И больше никогда не пробовал. Мне так не понравилось. Просто как будто вот булочка была хлебная. Как будто дома домашний бургер. Так, ну на это и расчет. Все. Ты указал 13? Несчастливое число. Ты указал там? Да. Да? Да. Там привезут? Привезут. Пойдем. Вот туда, Саня. Вот туда, Саня. Саня. Ай, блин. Это я эпик, кстати, второй. Это хорошее. Серьезно, че. Вы просили контент. Наслаждайтесь. Какой ты я красивый сегодня. Вообще, просто замечательный. Просто крашик, ну. Наслаждайтесь. Мафи до 7 утра чел проходил. Всех с Новым годом. Хотим поздравить. Я реально молодой Джонни Берти. Там реально сейчас все девчонки... Как только я маску Белки снял. А когда одеваю, там в два раза все лейте. Все Бельчата в чате. Сложно быть тобой, наверное. Мне кажется, на тебя каждая девушка бросается. Не, я реально хороший. Я не представляю, как Кири меня отпускает на такие поездки. Ты реально хороший. Мне кажется, вот так вот просто... Ты Джон Вик. Вот этот локон поправить? Ты Джон Вик просто. Я Джон Вик. Вот так локон поправить? Нет, там Варшум висел один. Нет, волосы вперед. Нет, он случайных тогда. Он понял, самый нужный момент, когда нужно заигрывать с кем-то, он выпадает. А глаза у меня-то видел? Накуренные. Ну, конечно, я ведро перед выходом дал. Я сейчас к нему шапку, и мы с тобой спокойно сможем посовереноваться в крашенстве. Ты мой ебаный фундук. О, извините. Лед в реальный. А мама мне говорила, что я красивый. Блин, вот без прикиньки. Ты как дворецкий, бля, у Кранкерштейна. Ну, просто потеребить волосом. Понятно. Надену шапку, пожалуйста. И вот. Вот, Лиз, ты меня думаешь, Лиз? Молоко дай дур. Молоко дай дура. Дура баба. Согласитесь, шапка получше. Леха из 21-го года. Ну да, ну такой. Это реально фундучник какой-то. Шевелюра. Ну, просто, бля, прижала шапочка. Знаешь, как этот? Водичкой примочить. Да нет, вообще похож на этого. Мультик был про трубочиста. Такой. В рубахе. Корабль еще строил летающий какой-то. Я еще рады сбрить бороду, усы оставить. Кобутусики прям вайбик. Не знаю, раз в несколько месяцев в вайб. Уса там ходить. Не брови сбрить. И брови сбрить ради кайфа просто. Делаешь? Нет? Интересно, много ли все, но засыпаются мысли обо мне и думают, когда-нибудь он будет на них. Уса так, статистически. Нет, в Кире зачем так думать? Потому что я без спор не даю. В этот год морозики, я думаю. Да вот чуваки-пацаны брощат. Ой. На стример. Да. У зрителей. Да, да. А зрительницы на стримерах? Вот, я про это и думаю. Нет? Ну, на меня все дрожь, по-любому. Они поставят шаги, которым он будет на бруссит. Я интересуюсь. Гуляют по улице, просто кругами ходят. Тип из браслет, что ли, купил себе? Не, ну хоть один человек должен. Даже среди парней. Ну, кто-то один должен хоть раз обо мне. Быстрый стоп. Это для чего? В горло? Быстрый стоп. Чтобы водка лучше. Чтобы проснулось. А медленный стоп есть? Есть медленный финиш. Мы соревнуемся, кто красный. Кто красный. Потрясите, что ли? У нас возникло размышление. Дрочат ли на нас их там. Родил блинчина нахуй уже все. Уже не в моде. Там одни пацаны в чате. И мы перебили. Пацаны любят крепкие мышцы просто. Надо понимать. Мужики любят доминантность. Пацаны любят? Конечно, чтобы над ними доминировали. Да, пацаны? Пацаны, где я не прав? Все там в чате любят, чтобы приезжали. Как следует. Трудцы натянуть им выше к шее куда-нибудь. Три богатыря. Вот они слева направо. Пупа, лупа. И залупа. Ну реально, сделать и услугу кто-то. Пупа. Лупа. И залупа. Вообще, бродя, говорил. Ну ладно. Для тех, кто не знает, для чего быстро стараться. А, BigTaste его, чтобы съесть быстрее. Предназначение для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей в условиях пониженных температур и высокой влажности. Пролевает срок службы АКБ и системы зажигания. На инжектор куда-то там, где свечи, вот в ту хуйню куда-то. Избивай кальций твоего. Последнюю банку забрал. Бля, я думал уже. Вот это наше, да. Не будет. Здравствуйте. 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 Проходы идут? Идут. А у нас еще Егор Крид был. А это не весь еще заказ, наверное, да? Собственные персоны. Бонк с Егором. А это, наверное, его. Это твое или мое? Не пробитное. Мы, может, неправильно собрали, а вам упаковку не дали. Не-е-е. Нам нужно упаковку. Блин, а Мони принесли еще заказ. Это наш BigTaste или звука там. Берите. Мони принесли. Это наш, да? Нет. BigTaste или звука? Да нет. Мони принесли. Блин, надо очень нажраться, может быть звук свежать. Контент. А че? Мы тоже люди. А мы тоже люди. Вот вы хотите покушать. И мы тоже хотим. Вот вы хотите покушать, и мы тоже хотим. Вот он. А вы не собирайте. Хорошо, а вы не собирайте. Я просто... А там еще один заказ у нас получается. Да-да, спасибо. Грязный. Ну и вот, в принципе, все. Тогда я просто посмотреть хотел. А то другой. Да, Егор, конечно, пиздит бизнесмен. Ебать, он популярный, да? Интересно, сколько вот этот амбассадор... Сколько вот этот контрактик стоил? Сколько ему заплатили, интересно? Лямов 30, как будто, может быть 40, ну что? Еще в этой жизни ухоет деньги, да? Может, даже лямов 50. Я твои... А где? Что? А вот. Шараш. Пин открываю, погодите. Кого-кого? Да, блядь. Я надеялся, что вот этот заяц выходит. А там что? Охуй знает. Блядь. Ну, собачка тоже, вон. Ну и куда мне его? Надеялся, что самый грязный заяц выходит. Баксбанни. Да-да-да, тот самый фиолетовый заяц. Охуй. Что там? Что там? Фу, блядь. Что там, покажи мне? Ебать, три урода. Я вот так все и вижу. Сейчас извините, что мы хрючего здесь устроили с вами. Сегодня кое-что, пятое? Может, и пятое. Да. Неделю назад мне вырвали зубы мудрости. Можно ли мне уже сжевать на той стороне, где меня вырвали? Они не болят. Десла не болят. А ты думаешь, там стоматологи сидят? Ну, я хуй знаю, я просто... Я сейчас сидел и думал, какой ответ он ждет. Про это хотел услышать мнение. Если у меня что-то там случится, то виноваты вы. Будут скидываться на доли. Так я обожаю fast food. Да, вот здесь еще бургер вот так вот разваливается. И вытекает с одной стороны. Как это уже будет? Не знаю. Не, вот так надо держать крышку. Вот так? Вот где сзади, вот рукой полностью. Не. Мизинчиками его надо держать вот так есть. Вот так вот мизинчик. В очередной раз убеждаюсь, что нет ничего вкуснее чикенбургера обычного. И как в Скандинавии. Но обычный чикенбургер вообще самое вкусное для меня стоит в маке. Просто самый обычный чикенбургер. Биг Мак, мне кажется. Мак Флори шоколадный карамельный тоже не бах. Вот ты называешь не вкусный ., а Мак. Поэтому у тебя рекламу не берут. А на Параде эти такие правила не работают. Хочешь, как он кофе попил? Вот так. И в помойку выкидал. Есть клип очень популярный. И когда приедем, какой у нас план когда приедем? Судя по всему спать. Слеп легкий. Хорошее решение было нажраться перед Атукой. Уже там сколько не нужно сужить? На завтрак блинчики делаем? Да. С огущенкой? Да. С медуком? Да. Надо Ярика попросить мед взять башкирский с собой. Я делаю аммет. Да. С сметанкой. Саня на обед хлебного булка. Да. На каждый прием. Все, я готов ехать. Это что? Толичка сырная. Наверное, очень вкусно. Вот кому нравится с нами по магазинам ходить? Ну, только честно. Все любят с нами по магазинам ходить. Да что ты. Да? Реально? Да. Все, можно ехать раз. Поедем? Поедем? Ну, я готов. Спокойно. А чикенбургер с собой? Чикен, шпикен, мейкен. Чикен, мейкен, чикен. Прям вылезти не могу. Все, нажрались, мужики, пойдем. Это в карман идет? Да. И по карману тебе хорошенько ударить. А вот это в рот идет? Ну, там еще они есть. Еще один придет. Еще вишек. Давай ломай, конечно. Раз в сутки быстрый старт должен быть в желудке. В баршрутке. В розове? Конечно, можно. Раз уж предоставился такой шанс. Вот мы спорили, мы краши или нет. Кто вот больше краш? Саша или Леша? Все. Ответ вверх. Нет, нужно одного выбрать. Скорного. Нет, ну нужно. Скоро же. Тогда я с ним фото. Да. Тогда я пойду, не нужен я тут. Да, Лех. Вы обидели моего друга, я не буду так стоять. Вы моего друга обидели. Кто обидел? Да ладно, я шучу, давай давай. Все, спасибо. Краш. Краш. Довольно? Леш. Бля, какой краш вымахал? Вот так вот мама говорит. Да она мешает, еще тебя не видела, ехал. Именно домой приходишь в 2024 году и говоришь, ой, какой краш растет. Слово жених уже потеряло ценность. Ребят, просто розыгрыш кассаря. Годы правления царя Султана. Спуск, да, точно, да, да. Откажешь, Санечка, ой, ой, ой. Санечка, вы. Вот так сделаете. Тогда да. Влад? Это вновь для мой дом. Спасибо. Санеч, пацаны, удачи. Давай. Он сделал фотографии, ты там без головы. Вот наша машина. Фотография без головы. Это минус 3, пожалуйста. Ни одной нормальной не сделал. Бог наказал. Ни одной нормальной не сделал, да? Сделал, не знаю. Одну нормальную, остальные у тебя, понял? Его лицо видно, а у твоего нет. Потому что он тебя поплетел. Пацаны, можешь кто-то снежок на лобовое подкинуть? У кого варежка есть? Зачем? Там умывашки. Варежки Лех купил. Лех, ну подкинь. У меня нет. Чуть снежочку. Давай. Позьму снежочку. Только не желтенький какой-нибудь. Взрываться. Да. Просто снежка какого-нибудь. Merry Christmas everybody. Let's go. Нафиг. Можешь просто накидать. Накидай просто, не размазывай. Ставь ему просто. Как следует. Давай, давай. И еще, еще пару раз. Пару раз еще встанешь. Хватит, хватит. На пассажирское. Да, блядь, это хуйня. Бак там, он закрыт. Это просто люк. Люк ебаный. На. Я музыку включаю, мужик, если вы не против. Бля, кофе хотел взять. Ну ладно, что ли? Я тоже, давай возьмем. Погоди, не едь пока. Давай поедите потихонечку. Прогрейте. Да хуя ехать. Постегнись, малыш. Да нормально все будет, мужик. Пошел по комнате дымок. Дымок пойдет по комнате. У меня сломался. Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал. Ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.